Добрый день, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет приходит очень много вопросов, и сегодня мы постараемся с Божьей помощью ответить на некоторые из них. Вопросы в основном такого плана. Где в Священном Писании сказано о том, что душа бессмертна? Некоторые из наших мудрых слушателей, подписчиков библейского портала Экзегет, даже в своих вопросах отмечают, что в Священном Писании слово «душа» упоминается столько-то тысяч раз, а о том, что она бессмертна, ни одного упоминания. И более того, один очень интересный вопрос пришел, который как бы немножко суммирует все предыдущие. Зачитаю этот вопрос. «Откуда мы знаем, что душа бессмертна? Разве в Священном Писании не сказано, живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния?» Экклесиаст, 9 глава, 5-6 стихи. И где вообще в Священном Писании говорится о загробной жизни души? Конечно, дорогие друзья, вопрос этот крайне важный. И для любого человека, кто вообще серьезно относится к своей жизни, к жизни духовной, в первую очередь, и вообще к жизни, этот вопрос не может быть каким-то второстепенным. Наша жизнь не заканчивается только земной жизнью. Она продолжается после того момента, который мы нашим земным языком называем смертью, то есть разлучение бессмертной души с телом. И что происходит с душой дальше? Очень важный вопрос. Давайте постараемся вместе на него ответить. Что нам говорит Священное Писание? Действительно, когда мы открываем ветхозаветную книгу Экклесиаста, то в девятой главе мы читаем следующие слова. «Кто находится между живыми, тому еще есть надежда, так как псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память от них предана забвению». И немножко далее в этой же девятой главе Экклесиаст говорит следующее. «Все, что может рука твоя делать по силам твоим, делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». Действительно, вот эта ветхозаветная учительная книга, которая как раз составлена царем Соломоном, и которая не случайно относится к учительным книгам Ветхого Завета, здесь, если посмотреть сам контекст, то здесь он неоднократно говорит о том, что «многое видел я под солнцем», и вот все суета, суета в жизни человека, любые его искания. И вот эти слова, что «живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают», конечно, могут некоторых наших друзей, в первую очередь протестантствующих, соблазнять. Немножко отступая от тем, хочу сказать вам, дорогие друзья, что православно-протестантский диалог длится уже не одно десятилетие, и люди, которые более-менее в теме, то есть православные священники или миряне-миссионеры, которые так или иначе доброжелательно беседуют с нашими дорогими друзьями-протестантами, обратили внимание на то, что у наших дорогих друзей-протестантов есть такой как бы лозунг «Solo scriptura» в переводе с латыни, то есть «только писание». Они, как правило, ставят в упрек православным то, что мы, мы православные, якобы не по Писанию живем. И нередко бывает, что вырывая отдельные места из священного Писания, вырывая из общего контекста, наши друзья-протестанты любят ставить нам в укор, что мы что-то не так понимаем. Поэтому любой православный человек, я думаю, дорогие друзья, если кто из вас хоть когда-нибудь участвовал в миссионерских беседах с нашими дорогими друзьями-протестантами, то вы знаете, что есть определенный набор цитат, которые они приводят против почитания при святой, при чистой, при благословенной Девы Марии. Определенный набор цитат, также вырванных из общего контекста Слова Божия против почитания Святого Животворящего Креста. Определенные цитаты очень хорошо известны, потому что они одни и те же, против почитания святых. Есть определенные цитаты, которые приводят наши дорогие друзья-протестанты, против почитания святых икон, против крещения младенцев, против молитвы за усопших и так далее. То есть все то, что является сокровищем православной веры, сокровищем священного предания, является предметом вот такого, вот, скажем так, пристрастного изучения со стороны наших дорогих друзей-протестантов. И этот вопрос, который именно так и звучит, откуда мы знаем из Библии, что душа бессмертна, скорее всего, наши уважаемые друзья-протестанты произносят. Давайте вместе с Божьей помощью посмотрим, что говорит Священное Писание, потому что не случайно святой апостол Павел говорит, что все Священное Писание богодухновенно и полезно к назиданию. И в послании к Тимофею святой апостол Павел говорит ему, что «вникай в себя и в учение, поступая так, ты себя спасешь и слушай к себя». Интересное наблюдение. Если мы этот вопрос постараемся рассмотреть поглубже, то мы увидим, что в Священном Писании Ветхого Завета прямого, ясного упоминания о бессмертной души мы практически не находим. Даже напротив, в книге пророка Иезекииля даже есть такие слова «душа согрешающая, та умрет». В самой первой книге Бытия, где Господь говорит нашим праотцам Адаму и Еве о том, что они согрешили, и произносит такие слова «Ибо прах ты и в прах возвратишься». Но если мы посмотрим на свидетельство Нового Завета, то здесь мы увидим, что уже новозаветные тексты совершенно ясно и недвусмысленно говорят нам о бессмертии души. В первую очередь, обращаю ваше внимание, дорогие друзья, на Евангелие от Луки, 16 главу. Все, кто Священное Писание изучают, читают, хорошо знают, что в 16 главе Евангелия от Луки Господь произносит очень удивительную притчу, притчу о богаче и Лазаре. Все толкователи Священного Писания, начиная еще с самой древности, с апостольского века, обращали внимание на то, что Господь наш Иисус Христос, когда произносил притчи, Он приводил примеры из окружающего мира. Все притчи Спасителя наполнены примерами из окружающей жизни. Например, притча Сеятели, где Господь говорит, «Царство небесное подобно десяти девам, из которых пять было мудрых, пять неразумных». Или «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего». Или «Царство небесное подобно неводу, закинутому, который берет всякого рода рыбу». Или «Царство небесное подобно купцу, ищущему доброго жемчуга». То есть Господь людям, которые эмпирического опыта не имеют, они еще не знают, что такое Царство Божие, что такое та духовная реальность, которая ожидает любящих Бога. Поэтому Господь, снисходя к человеческой немощи, приводил притчи и в притчах приводил известные, видимые, понятные всем аналогии. Но вот эта притча о богатом и Лазаре единственная среди других, где Христос Спаситель упоминает имя Лазаря. Вот почему все древние толкователи сходятся во мнении, что в этой притче упоминаются реальные люди, богач, имя которого сознательно Господь своими причистыми устами не произнес. И имя Лазаря. Лазарь достаточно распространенное было имя в Иудее в то время. Обратим внимание на то, чему учит нас эта притча. «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и висон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, которые падали со стола богача. И псы приходили и лизали с трупья его». То есть утешение этот бедный человек по имени Лазарь от богача или вообще от кого-то из людей не получил. «Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в Аде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И Возапив сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы он намочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени всем». Сравните, дорогие мои друзья, немножко остановлю ваше внимание, «Если бы действительно, как сказано у Клесиаста, живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают и нет им воздаяния, то как же так? Эта притча как раз говорит, что мертвые продолжают жить и получают воздаяние. Вот богач, который все дни пиршествовал блистательно, оказался в муках, а Лазарь оказался на лоне Аврааму». И обратите внимание, что он, подняв глаза свои, находясь в муках, он увидел Авраама и Лазаря на лоне его и обращается к нему. Значит, усопшие, у них остается сознание и самосознание. Они и себя помнят. И вот, находясь в муках, этот несчастный богач узнает право отца Авраама и признает себя потомком его. Он обращается к нему со словами «Отче Аврааме» и просит, чтобы Лазарь был послан к нему, чтобы хоть малое сделать ему утешение. Значит, действительно, души усопших, попавших в страдания, чувствуют, что происходит. И сознание, и самосознание у них остается. Продолжим чтение притчи. Но Авраам сказал ему «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. Сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он «Тогда прошу тебя, Отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть они засвидетельствуют им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Давайте задумаемся вместе. Богач находится в таком месте, в таком страдании, что, казалось бы, ну, если рассуждать просто, по-житейски, уже тебе не до чего. Откуда же он помнит, что у него на земле еще пять братьев? И, судя по всему, эти пять братьев живут так же, как жил сам богач. И богач прекрасно понимает, что эти пять братьев, если будут продолжать так же жить, пиршествовать, жить в роскоши, что их судьба, их воздаяние, их участь в вечности после смерти будет такая же. Смотрите, не только сознание и самосознание, но еще даже какое-то, какое-то даже чувство сострадания есть у человека после смерти. Его душа все чувствует, все ощущает, все видит, и все помнит. И обратите внимание, правотец Авраам обращается с любовью, состраданием к этому своему потомку по плоти и говорит ему, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе то и в жизни твоей». И правотец Авраам говорит ему, что между нами и вами учреждена великая пропасть. Некоторые из древних толкователей, ну, практически все в этом единомыслины, говорят о том, согласно со священным писанием, что до спасительного страдания Господа Иисуса Христа, до его схождения в ад, до его славного воскресения, все праведники Ветхого Завета, все, начиная от наших праводзов Адама и Евы, все они сходили в Шиол. Шиол — это такое место, куда сходили души всех, и праведников, и грешников. И вот Авраам и Лазарь на лоне его тоже находятся в Шиоле, но находятся в таком месте, где страдания нет. Они живут в ожидании будущего Спасителя. Там нет страдания. И между этим местом Шиола, где находится праведный, и тем местом, куда попал богач, великая пропасть, что попасть отсюда туда невозможно, и, как говорит правотец Авраам, и от нас к вам не переходит. Обратите внимание еще раз, дорогие мои друзья, это как раз ответ тем, которые думают, что в Священном Писании нигде не сказано о бессмертии души. И нигде не сказано о том, что душа помнит о своей жизни, что у нее есть сознание, самосознание, и какое-то ясное понимание, кто ты и за что ты сюда попал. Продолжим чтение притчи. Авраам, отвечая богачу, который просит послать Лазаря хотя бы на землю к его братьям, отвечает следующие слова. У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Он же сказал, нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему, если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. И действительно, евангельское повествование говорит нам ясно, недвусмысленно, любой человек, который Священное Писание читал хотя бы один раз в жизни внимательно помнит этот момент, что книжники, фарисеи, духовные вожди Израиля, члены Синедриона, даже получив весть о воскресении Спасителя, не поверили в это. Следующее место, где Господь наш Иисус Христос четко, ясно, недвусмысленно говорит о том, что после смерти души живут, это Евангелие от Луки, 22 глава, 23-30 стихи. В этом месте Господь обращается к саддукеям, которые не верили, не верили в воскресение, которые не верили в существование ангела, в бессмертии человеческой души, Господь им говорит такие слова, «Заблуждаетесь, не зная Писания силы Божия, ибо в Царстве Божием не женятся и не выходят замуж, но живут как ангелы на небесах, будучи сынами воскресения. И разве вы никогда не считали в Писании, говорит Господь саддукеям, что я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Еще раз сравните это с ветхозаветными упоминаниями о том, что якобы, когда человек живой знает, что умрут, а мертвый ничего не знает, и уже нет им воздаяния. Но вот здесь, в этих словах, сам Христос говорит, «А он есть путь истинной жизни». Называя Бога Отца Богом Авраама, Исаака и Иакова, Бог есть Бог живых, и у Него все живы. Следующее очень важное свидетельство Священного Писания, о котором упоминают все три евангелиста Матфей, Марк и Лука. Это событие преображения Господня, которое было незадолго, как говорит Святая Церковь, за 40 дней до страданий Христа Спасителя, когда Господь взял трех учеников, именно трех. И согласно даже закону Моисееву, устами двух или трех свидетелей может быть истинно всякое слово. Господь избирает из двенадцати трех учеников, возводит их на гору Фавор и преображается пред ними. Очи учеников открылись, не Господь изменился, а приоткрылись очи учеников, и они увидели ту божественную славу, которая сияла от Его обожженной плоти, плоти, человеческой плоти, соединенной с Божеством, слава, которая сияла всегда, но приоткрылись на мгновение очи учеников, и они увидели в этой божественной славе своего Учителя, и они увидели пришедших и беседующих с Ним пророков Моисея и Илью. «Если бы, как сказано, живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и нет уже им никакого воздаяния, откуда пророки Моисей и Илья?» Ведь совершенно очевидно любому, кто Священное Писание считает и вдумчиво старается в него вникнуть, что пророк Моисей, который за много столетий отошел в вечную жизнь, за много столетий до явления Мир Спасителя, он из Шиола, его душа явилась в момент преображения, а Илья был взят живым на небо. И вот они беседовали с Господом о его грядущих страданиях. Если бы не было бессмертия души, откуда появились эти пророки? И живой свидетель этого события, святой апостол Петр, уже в своем соборном послании говорит очень важные слова. «Мы свидетельствуем вам, не хитросплетенным басням последуя, а будучи очевидцами его величия, говорит тот, один из трех свидетелей преображения». Еще раз подчеркиваю ваше внимание, дорогие мои друзья, три евангелиста повествуют об этом событии. Три свидетеля были преображения Господа и видели души праведников, пророков, которые жили за много столетий до пришедшего в мир Спасителя. Следующее очень важное место, ясно свидетельствующее нам о том, что душа продолжает жить после смерти. Очень важное свидетельство. Из Откровения Апостола Иоанна Богослова. Напомню вам, дорогие друзья, что Откровение Апостола Иоанна Богослова было записано со слов Апостола его учеником, и это свидетельство было записано до Евангелия от Иоанна. Своё благоуствование апостол Иоанн написал позже, а находясь в изгнании на острове Патмос, он имел вот это откровение о будущих судьбах мира, о будущих судьбах церкви. И вот какие слова пишет описатель Откровения в шестой главе. И когда снял он пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели, и возопили они, они, души убиенных, громким голосом, говоря, да коли владыка святый истинный, не судишь и не мстишь с живущим на земле за кровь нашу. И даны были им каждому одежды белые, и сказаны им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Вот давайте задумаемся. И в свете высказываний Ветхого Завета посмотрим на это новозаветное свидетельство. А еще раз обращаю ваше внимание, дорогие мои друзья, это явление было апостолу Иоанну Богослову, возлюбленному ученику-спасителю, который на тайной вечере возлежал на персих его, который был свидетелем преображения, который даже до креста Голговского не оставил своего учителя. И вот он свидетельствует, он видел души убиенных. Если бы человеческая душа не продолжала жить после смерти, тогда какие души предстояли там, какие души обращались ко Господу, возопели громким голосом, да коли владыка святый истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. И им был ответ, чтобы не успокоились на малое время, пока их сотрудники и братья, которые будут убиты, так же, как и они. Поэтому, вопреки такому очень превратному истолкованию некоторых наших дорогих друзей протестантов, это событие не после страшного суда Божия происходило, а именно до, именно за период от воскресения, вознесения Господа и до конца мира. Именно в этот период, потому что им было сказано, чтобы они успокоились еще на малое время, пока сотрудники и братья их, которые будут убиты, так же, как они, то есть, это в продолжении вот этой земной жизни, и восполнят число. Все вот эти свидетельства, дорогие мои друзья, свидетельства Нового Завета, противоречат немножечко свидетельствам Ветхого Завета. Почему? Вполне возможно, что у вас такой вопрос возникнет, и он должен у вас возникнуть, если вы действительно хотите вдумчиво изучать Священное Писание. Почему множество свидетельств Ветхого Завета говорит только о том, что душа согрешившая умрет, согрешил ты в прах, ты и в прах возвратишься, или что живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают и нет им воздаяния. А уже Новозаветные свидетельства ясно, недвусмысленно говорят нам о бессмертии души. Святой апостол Павел, который был восхищен до третьего неба, и когда описывал это событие, сам о себе говорит, что я не знаю, знаю человека во Христе по смирению, апостол Павел в третьем лице говорит о себе, знаю человека во Христе, который был восхищен до третьего неба, и слышал неизреченные глаголы, не знаю в теле или вне тела, то есть в таком состоянии он находился, что даже не мог точно объяснить, что это было за состояние. И вот святой апостол Павел в послании к евреям дает нам ключ к пониманию, почему ветхозаветные тексты не говорят прямо о бессмертии души, а новозаветные говорят. Он говорит, посланник евреям, 10 глава, 1 стих, потому что весь ветхозаветный закон это тень будущих благ, а не сам образ вещей. В ветхом завете мы видим только прообразы, прообразы будущих событий. Самая первая книга бытия, первая книга Священного Писания, где Господь говорит нашим согрешившим праотцам Адаму и Еве вот это так называемое Первое Евангелие, говорит, что «семя жены сотрет главу змея». Видите, сказано таинственно, прообразовательно, «семя жены сотрет главу змея», то есть древнего дьявола, человека-убийца от начала. Во время исхода евреев из Египта они заколали пасхального Агнца и пасхальный Агнец, как мы все хорошо знаем, кто Священное Писание внимательно изучает, был прообразом будущего Мессии. А уже в Новом Завете в Евангелии от Иоанна мы читаем, как святой Иоанн предтечий и креститель, указуя на Спасителя, говорит, «Вот Агнец Божий в землющий грехи мира». Если там Агнец как прообраз, там только тень будущих благ, но не сам образ вещей, то уже в Новом Завете когда Спаситель уже пришел в этот мир и говорит, «Я есть им путь истины и жизни». В Новом Завете уже четко и ясно говорится, что так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ветхий Завет — это время прообразов, когда еще Мессию ожидали, когда все еще было туманно, как бы гадательно, еще только ожидали. А уже Новозаветное Откровение нам говорит и о Спасителе, кто Он, и сам Господь Иисус Христос. Евангелие от Иоанна, кто внимательно читал, вы, наверное, обратили внимание на это место, в седьмой главе говорит о себе, «Подобно тому, как Моисей вознес змею в пустыне, так подобает быть Вознесенную Сыну Человеческому». То есть в Ветхом Завете прообраз, а исполнение в Новом Завете. Поэтому нет ничего удивительного, дорогие друзья, что в Ветхом Завете прямых, четких, ясных указаний о бессмертии души мы не находим. Поэтому надо и читать целостное Священное Писание. Все Священное Писание Богодухновенное, и Ветхий Завет, и Новый. Но раз мы сейчас имеем счастье жить в эпоху Нового Завета, когда Господь Иисус Христос, Солнце Правды, уже пришел, уже пострадал на кресте, воскрес и воссел Одесную Бога, чтобы понимать правильно Священное Писание, надо Ветхий Завет понимать в ключе Нового Завета. И тогда тогда Священное Писание будет действительно светом для нашей души. И, конечно, читать Священное Писание, хочется сказать в заключение, дорогие друзья, надо читать с молитвой Богу. В Евангелии от Иоанна описывается, как уже Господь наш Иисус Христос после своего воскресения явился ученикам, дунул, сказал, «Примите Духа Святого и отверз им ум к уразумению Писания». Чтобы Господь отверз ум к уразумению Писания, надо молиться Богу. И чтобы Священное Писание правильно понимать, это персонально хочу сказать нашим дорогим, уважаемым друзьям, протестантам, его надо изучать целостно, а не выбирая отдельные цитаты, вырвая их из общего контекста. Читайте, дорогие мои друзья, Священное Писание, изучайте, вникайте, молитесь Богу и храни вас всех Господь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok